Протеерей Владимир Хулап Отец Владимир, расскажите, пожалуйста, что такое время с точки зрения православного богословия? Когда этот вопрос задали блаженному Августину, он ответил на него, я понимаю, что такое время до того момента, как я пытаюсь объяснить, что это такое. И действительно время – это фундаментальная основа человеческого бытия вообще. С другой стороны, это нечто такое легко ускользаемое, легко текущее, как вода, как песок через пальцы. Мы живем во времени, оно определяет нашу жизнь, оно определяет ее продолжительность. С другой стороны, мы видим, что оно несет очень важную и религиозную составляющую. Если посмотреть на разные религиозные ответы, мы увидим, что разные религии рассматривали время в различных категориях. Например, время обожествляли в индуизме, в буддизме оно рассматривалось как некий такой порочный круг вечного возвращения, из которого человек должен выйти. Время демонизировалось иногда, хронос, который пожирает своих детей, то есть пожирает те годы, дни, недели, которые он сам порождает. Время рассматривалось как некая предтеча посмертного существования в Древнем Египте. И христианство, вообще религии Ветхого и Нового Завета дают совершенно иной ответ. Время – это поле деятельности Бога, начиная с первой главы книги «Бытия», где творение описывается именно в категориях времени, в категории дня, вечера, утра, семидневной недели, времени действия и покоя, и заканчивая эсхатологией. Альфа и Омега всей человеческой истории протекает во времени. Но время – это не Бог, это не божество, это не то, что абсолютно давлеет над человеком. Это одна из форм творческого действия Бога в мире. Христос, высшая точка человеческой истории, приходит во времени, и это мы исповедуем в символе веры. Он рождается от Девы Марии, страдает при Понтии и Пилате и воскресает вот в этих конкретных исторических временных реалиях. И тем самым время для христианина получает совершенно другое измерение. Это время его спасения и спасения всего человечества. Каким образом связан календарь со временем? И в чем смысл календаря вообще? Календарь – это система организации этого времени на разных уровнях человеческого бытия. Опять же, он включает в себя и религиозный уровень, это календарь священных праздников в самых разных религиозных традициях, в том числе и в разных христианских деноминациях, в разных литургических семьях. Это система организации социальной, политической, экономической жизни. То есть вообще календарь, по сути дела, это попытка или одна из попыток человека овладеть временем. Создать некую систему его исчисления и вместе с тем возможность прогнозировать, возможность каким-то образом предопределять свое будущее и просчитывать, рассчитывать время ушедшее и время наступающее. Поэтому, соответственно, попыток создания различных календарей в истории человечества было множество. Все они основывались на неких природных реалиях. Три основных формы календаря, созданных человечеством. Это календарь солнечный, основывающийся на движении солнца. В его основе лежит тропический год, то есть период обращения солнца, если упрощенно говорить, вокруг, или земли точнее, вокруг солнца. Ну, например, период между двумя весенними равноденствиями. Вторая форма – это календарь лунный, основанный на фазах луны. В своей чистой форме его использует исламский мир. И система такая скомбинированная, так называемые лунно-солнечные или луно-солярные календари, где продолжительность солнечного и лунного года, календарь выстроен таким образом, чтобы соотнести две вот эти продолжительности и создать некую единую систему. Но возникает вопрос. Проблема церковного календаря, это в таком случае, она не носит чисто практический характер, или все-таки это богословская проблема? Эта проблема включает в себя две составляющие. Ну, прежде всего, Христос жил по иудейскому календарю. А церковь, распространяющаяся в греко-римском мире, просто не изобретала ничего нового. Взяла юлианский календарь, который был официальным календарем империи, и на его основе создала свои пасхальные таблицы, свой круг церковных праздников и так далее. Но, с другой стороны, если посмотреть на святоотеческие тексты 3-го, 4-го, 5-го веков, то мы увидим, что за каждой пасхальной таблицей и за каждой датой церковного праздника стоит свое богословие. И это богословие иногда очень глубокое, хотя мы о нем очень часто забываем. То есть все компоненты, например, нашей пасхалии, первое воскресенье, после первого полнолуния, после весеннего равноденствия, каждая из них для святых отцов наполнена глубочайшим смыслом. Воскресенье – это день, действительно, согласно Евангелии, воскресенье Христово. Полнолуния – это связь между Ветхим и Новым Заветом, 14-е Несана, которое христианская церковь, начиная с 3-го века, исчисляет уже самостоятельно, независимо от иудеев. И весеннее равноденствие, дата, которая в Священном Писании вообще не встречается, включает в себя вот этот глубокий символизм света, победы весны над зимой, рождения новой жизни и так далее. Поэтому сейчас во многом это богословие забыто, поскольку сами календарные астрономические реалии, они уже далеки от реалий 3-4 века. Поэтому, наверное, это повод задуматься о том, что значит предание и предания. То есть сейчас у нас с основным богословским аргументом нередко оказывается просто верность некой конкретной форме, которую мы получили и которую мы должны сохранить. Но на самом деле, мне кажется, это означает очень глубокую потерю интереса к тому, какое богословие привело к возникновению вот этих форм. Основные возникающие моменты при дискуссии, собственно, это юлианский календарь или григорианский в настоящее время. В чем их принципиальное отличие? Я бы добавил сюда еще и третий, так называемый, ново-юлианский календарь, поскольку все-таки 10 поместных православных церквей живут по ново-юлианскому календарю, который до 2800 года с григорианским будет совпадать. Если мы посмотрим на дискуссию в 16 веке, которая предшествовала введению григорианского календаря, мы увидим, что аргументы всех сторонников как раз апеллировали к авторитету Никейского собора. В 16 веке католическая церковь попыталась привести астрономические реалии в соответствии с тем, как тогда понимался авторитет Никейского собора в пасхальных вопросах. И, соответственно, была предложена другая система включения, или другая система, точнее, високосных лет, которые содержат один дополнительный день, которая позволила создать более точное приближение к длине тропического года в григорианском календаре. Если в юлианском календаре ошибка в один день накапливается в 128 лет, то точность григорианского календаря один день в 3300 лет, скажем так. Так, точность ново-юлианского календаря, она еще больше один день, ошибки накапливается только приблизительно в 40 тысяч лет. Интересно, что в России в конце 19-го, в начале 20-го века тоже шли дискуссии по этому поводу, и была создана специальная комиссия при Русском астрономическом обществе, которая выдвинула проект нового православного русского календаря, его даже предлагали назвать Николаевским, и была идея, что к нему присоединятся все цивилизованные нации, как говорили участники этой комиссии, и там ошибка в один день накапливалась вообще в 100 тысяч лет. То есть мы можем до бесконечности создавать некие новые формулы, некие новые календарные схемы, но, по сути дела, в любом календаре сталкиваются две составляющие. Если мы выигрываем в точности, мы проигрываем в простоте. То есть чем более точный календарь, тем более он сложный. Чем проще календарь, тем менее он точный. И, соответственно, юлианский, грегорианский, новый юлианский календарь, они представляют собой три вот таких ступеньки достижения большей точности путем отказа от простоты. Ну, в связи с этим, как вы думаете, насколько все же целесообразно переходить на новый календарь какой-либо тем поместным церквям, которые живут еще по юлианскому календарю? Мне кажется, этот вопрос решило уже Московское совещание поместных православных церквей в 1948 году, которое декларировало три важных составляющие этой проблемы. Православные церкви должны праздновать все вместе Пасху, согласно Александрийской Пасхалии и юлианскому календарю. В своей жизни каждая поместная церковь может пользоваться для круга неподвижных праздников тем календарем, какой она считает нужным. И, соответственно, клирики и миряне, которые живут на канонической территории той или иной поместной церкви, должны пользоваться именно ее календарем. В истории церкви мы видим, никогда не было, ну или, по крайней мере, никогда не было прямого стремления к некой жесткой унификации. Уже во II веке начинаются пасхальные споры между Римом и Малой Азией, затем в III-IV веках существует множество разных пасхалей, и это никогда не было поводом для разрыва евхаристического единства. То есть я считаю, что этот вопрос не нужно искусственно педалировать. Сейчас, мне кажется, в нашей церкви он не входит даже, наверное, в десятку таких топовых тем, которые нужно именно реализовывать. Но это повод, тем не менее, задуматься, начать дискуссию богословскую, научную, поскольку мы столкнемся с этой проблемой в 2100 году, когда разница между юлианским и грегорианским, ну или ново-юлианским календарем увеличится на один день, и, соответственно, все наши праздники, они сместятся в грегорианском литеисчислении на один день. Рождество будет 8 января, богоявление будет 20 января и так далее. И у нас сейчас, мне кажется, с моей личной точки, это моя личная точка зрения, я смотрел очень много учебников и методических указаний для воскресных школ, и там везде предлагается детям заучивать даты праздников по грегорианскому календарю. То есть у нас уже выросло одно поколение, затем вырастет еще несколько поколений тех, кто искренне верит и считает, что Рождество 7 января, а не 25 декабря. Это есть дата этого праздника по юлианскому календарю. И, соответственно, тогда нам будет, наверное, довольно-таки сложно объяснить, что если мы верны юлианскому календарю, то вот это смещение на один день произойдет. Если же этого смещения не происходит, то, соответственно, мы отказываемся от юлианского календаря. К счастью, в 2000 году такого расхождения не произошло. Ну, посмотрим, до 2000, до 2100 года мы, наверное, не доживем, но, тем не менее, эта проблема возникнет, и чем раньше мы начнем о ней говорить, тем, наверное, меньше будет проблем в будущем. Ну, а все-таки вам видится какое-то конкретное решение этой проблемы для русской православной церкви? В настоящее время, мне кажется, никакой необходимости календарной реформы нет, потому что если мы начинаем любую реформу, нужно задуматься прежде всего о том, зачем мы это делаем. То есть должна быть конкретная цель и конкретные задачи. Ради чего? Что это даст, что это принесет, какие будут плюсы и минусы и так далее. Ну, кроме возможного раскола, я думаю, что эта реформа сейчас особо нам ничего не принесет. Но, с другой стороны, наверное, также является не очень правильной та точка зрения, когда всех тех, кто начинает говорить о календарной проблеме, о каких-то исторических реалиях, сразу же клеймят как обновленцев, филокатоликов и так далее. То есть нам сейчас нужна культура диалога по целому ряду тем, и календарь — это одна из составляющих вот этого широкого спектра проблем. Многие из них обсуждаются в рамках межсоборного присутствия, все эти интернеты. И мне кажется, вот именно этот нормальный, правильный диалог — это то выражение соборности, к которому мы должны стремиться. Субтитры создавал DimaTorzok